Девушки отдыхают Девушки отдыхают В соответствии с решением организационного комитета партии «За правду» была определена норма представительности от регионов по два человека от одного субъекта Российской Федерации По состоянию на текущий момент на 14.30 зарегистрировано 147 делегатов, представляющие 58 субъектов Российской Федерации Каждый из 58 регионов представляет минимум два делегата Счетная комиссия ведет четкий учет И сегодня по окончанию работы съезда мы вас проинформируем обо всех принятых решениях В связи с тем, что съезд у нас правомочный, прошу утвердить работу оргкомитета и признать 147 делегатов Делегатами, собственно Прошу проголосовать выводными мандатами Это зеленая красивая бумажка, документы Прошу всех проголосовать Кто за? Счетная комиссия прошу работать Прошу опустить Кто против? Против никого нет, решение принято единогласно Дорогие друзья В связи с этим съезд считается правомочным и считается открытым Прошу всех стать ГИМ Российской Федерации Россия, священная наша держава Россия, любимая наша страна Нам большая моя невидимая слава Твоё настояние на север не предал Славься, Отечество Наши свободные Красных народов союзников Славься, страна, мы гордимся тобой Славься, страна, мы гордимся тобой Нам нужно сформировать рабочие органы съезда Это председательствующий съезда Секретарь съезда Президиум съезда Счетная комиссия съезда Позвольте, я оглашу предложение Организационного комитета по кадровому составу Данных органах и должностных лиц Председательствующим съезда Организационный комитет предлагает Прилепина Евгения Николаевича Которого мы все хорошо знаем Как Захара Прилепина Вот мы с ним в первом ряду Кто за то Чтобы избрать Захара Президательствующим Прошу проголосовать Мандатами Прошу опустить Кто против Единогласно Организационный комитет предлагает На должность секретаря съезда Александра Юрьевича Казакова Александр Юрьевич, покажитесь, пожалуйста Кто за то, чтобы Александра Юрьевича избрать секретарем съезда Прошу голосовать мандатами Прошу опустить Кто против Важный процедурный момент, друзья мои Секретарь съезда Это главный человек на съезде И все предложения, которые есть в зале По содержанию документов По кадрам и составу органов Прошу направлять Секретаря, который сформирует Александр Юрьевич В письменном виде Все предложения будут рассмотрены Так же будет, по-другому никак Коллеги, идем дальше Нам нужно сформировать рабочий президиум Преорганизационный комитет предлагает Состав рабочего президиума Избрать Захара Прилепина Александра Юрьевича Казакова И специального представителя президента По взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Михайловича Бабакова Коллеги, кто за то, чтобы... А, счетная комиссия, мне подсказывает Евгений Александрович Янов У нас еще с вами работает счетная комиссия Состав счетной комиссии Роздан вам ваших рабочих документов Там 6 человек Все уважаемые люди, делегаты Я с вашего разрешения не буду зачитывать Кадровый состав счетной комиссии Итак, коллеги, нам нужно избрать Председательщего, секретаря Рабочий президиум и счетную комиссию Кто за то, чтобы избрать Данные органы и должностных лиц В предложенном составе Прошу проголосовать Прошу опустить Кто против? Против ноль Значит принято единогласно Коллеги, мы начинаем работу съезда Я прошу рабочие органы Начать работать Счетную комиссию Прошу собраться в зоне регистрации Рабочий президиум Прошу занять свои рабочие места Александр Михайлович Александр Юрьевич Захар Прошу вас на сцену Я не вижу Ивана Ивановича Хлобыстина Он отпросился Отпросился И Сергей Аветаута Пускепалес Я тоже Сергей Пускепалес Сергей Коллеги, если вы не возражаете Я прошу Сергея Аветаута Тоже занять место в рабочем президиуме Чтобы помогать работать Нашим уважаемым президиумом Прошу Коллеги, я с вашего разрешения Откланиваюсь и передаю всю полноту власти Рабочему президиуму Большое спасибо, Николай Пока Все члены президиума занимают свои места на сцене Небольшое, короткое объявление Я напомню, что наше движение И наша теперь уже партия Она не просто думающая Но и активно пишущая На стенде в холле Вы можете ознакомиться с литературой И публицистикой актива Движения, актива партии Вот, собственно говоря Имейте это в виду Учитывайте, не проходите мимо Ну что ж, уважаемые коллеги Президиум приступил к своей работе Нам нужно утвердить повестку нашего съезда Ее проект у вас В раздаточном материале Если иных предложений нет То я прошу Александра Юрьевича Казакова Поставить вопрос Повестки съезда на голосование То есть, Александр Юрьевич Мы ставим вопрос Ставим вопрос на голосование Кто за? Спасибо И кто против? Никого Единогласно Так точно Решение принято Также поступил протокол номер один Заседание счетной комиссии нашего съезда Председателем избран делегат Евгений Шиянов Секретарем делегат Кристоф Александр Прошу принять комиссию в сведению Счетную комиссию Прошу приступить к исполнению своих прямых обязанностей А у них есть там специальные данные места Так, нам необходимо заслушать и утвердить Отчет Организационного комитета политической партии За правду Я приглашаю на сцену Сергея Ляхова Полномочного лица президента Ох, прошу прощения Полномочного лица комитета Сергей, меня? Мы видим, что у нас Сергей имеет ранение Прошу слова Павел, спасибо, мне очень понравилось Все впереди, Сергей, все впереди У нас подготовка к сету шла весьма напряженно Но надеюсь, у нас все получилось И вы рады здесь присутствовать Так, а корт, вы спешите, санчет Организационного комитета по подготовке, созыву и проведению Учредительного съезда политической партии С предполагаемым наименованием Политическая партия за правду Оргкомитет создан на общем собрании граждан Российской Федерации Инициаторов создания политической партии Которая состоялась 29 октября 2019 года в городе Москве 30 октября того же года Оргкомитет уведомил в Министерство юстиции Российской Федерации О начале своей деятельности И 15 ноября 2019 года информация о создании Оргкомитета Была опубликована в соответствии с требованиями законодательства В общероссийском печатном издании парламентской газете 30 ноября Оргкомитет принял решение Отдать и созывы Учредительного съезда политической партии С предполагаемым наименованием политическая партия за правду Назначив его на 1 февраля 2020 года Информация о дате и месте проведения Учредительного съезда Была опубликована в соответствии с законодательством В российской газете За период, начиная с 30 ноября 2019 года Оргкомитет организовал проведение собрания сторонников Создаваемой политической партии В 61 субъекте Российской Федерации На котором было избрано 153 делегата При подготовке съезда были разработаны проекты типовых документов Для проведения собраний в регионах Проекты документов Учредительного съезда Включая устав и программу партии Которые были одобрены Оргкомитетом И представлены съезду для утверждения Кроме того, к Оргкомитетам была организована работа По разработке официальной символики И фирменного стиля будущей партии Оформлены соответствующие права Деятельность Оргкомитета финансирована В соответствии с законодательством Российской Федерации На счет специально открытой Оргкомитета Всего за период с момента создания Оргкомитета На специальный счет поступили средства В виде добровольных пожертвований от физических лиц На сумму 1 миллион 234 тысячи рублей Расходы Оргкомитета за период подготовки к съезду Составили 1 миллион 213 тысяч 625 рублей Включает 15 тысяч рублей на публикацию в СМИ Предусмотренных законодательством 920 тысяч на мероприятия, связанные с подготовкой съезда 270 тысяч на разработку фирменного стиля И оформление прав на объекты интеллектуальной собственности Немногим более 8 тысяч на банковские услуги Итого остаток средств на счете составил 20 тысяч 382 рубля Указанные средства после прекращения деятельности Оргкомитета Будут перечислены на расчетный счет Создаваемый политической партией Деятельность Оргкомитета соответствует правилам Установленным федеральным законом И после проведения учредительного съезда Подлежит прекращению У меня все Спасибо за внимание Сергей, спасибо Можешь занимать место в зрительном зале Друзья, нам также необходимо утвердить регламент съезда Он находится в ваших папках у всех делегатов Я ставлю утверждение регламента съезда на голосование Пожалуйста, кто за то, чтобы утвердить регламент съезда Голосую мандатами Работает счетная комиссия Спасибо, кто против Единогласное решение принято, спасибо Двигаемся далее Нам необходимо утвердить отчет Организационного комитета Который мы только что услышали В таком случае ставлю его на голосование Утверждаем отчет Организационного комитета Кто за? Спасибо, кто против Решение принято единогласно Захар, я прошу тебя сейчас выступить Относительно идеи создания партии И твой комментарий по этому поводу Мне кажется, для всех собравшихся Очевидно, несколько вещей Которые побудили нас к этому решению К решению создания партии за правду Вот мы начали съезд И мы говорили и даже пели о тех вещах Которые все мы считаем очень важными И удивительно точные вещи произносил и Иван Ахлобыстин И Эдуард Байков Какие-то вещи произнес я Более того, вот тут было совершенно не случайное замечание О том, что основной действующий состав нашей партии И управленческий аппарат И политсовет У нас экспертный совет, кстати, тоже Огромное количество пишущих людей И более того, я считаю, что это самые умные люди в России Уж точно доказавшие своей последовательностью Не случайность своих политических убеждений Но если у нас у всех нет инструмента Для того, чтобы воплотить все произнесенное и светое нами в жизнь То, вот как совершенно замечательно заметил Сергей Пускепалис Это все так или иначе остается предметом кухонных разговоров Или телешоу Что тоже есть вариант кухонного разговора Поэтому здесь нет ничего неудивительного И тем более предосудительного В том, что, конечно же, движению за правду Нужна организация, которая реализует все эти вещи Касающиеся и Конституции, и социальной жизни И политической, и культурной Все это будет воплощать в жизнь А именно с этой целью мы и создаем партию за правда Создание партии за правду не отрицает и не отменяет существование движения за правду Потому что движение за правду вмещает в себя самые разнородные структуры Структуры зачастую, ну если не враждебные, то перпендикулярные партии за правду Потому что страна у нас разнородная И готовы мы сотрудничать с людьми самых разных убеждений В том числе и радикально-либеральных убеждений Да, почему бы и нет Но партия за правду, она идеологична Она строга, она целостна Она убеждена в правильности той позиции Той политической повестки, которую мы продвигаем Поэтому будет партия Поэтому я надеюсь, что здесь собрались наши соратники И что все те вещи, которые мы говорили О которых мы мечтали, о которых мы писали Которые мы вынесли за эти годы нашей жизни Мы так или иначе, хотя бы часть их Воплотим в жизнь и в действительность Спасибо Спасибо За каждое его согласие Могу поставить вопрос о создании партии на голосование Да, согласен Итак, уважаемые коллеги Вопрос вынесен О создании партии на голосование Голосование открытое Своё мнение высказываем поднятием мандатов Кто за? Спасибо А кто против? Благодарю Решение принято единогласно Аплодисменты Ознакомиться с ним Внести свои предложения по изменению По дополнению проекта нашего устава В любом случае Данный документ, который у вас в папках Данный проект Несмотря на то, что является рабочим Максимально Приближен к юридической, скажем так Безупречности Я думаю, мы сейчас не станем открывать дискуссию Относительно содержания проекта устава Предлагаю, Захар, поставить вопрос на голосование О принятии устава партии за правду Голосуем за устав Кто за? Кто против? Благодарю Принято единогласно Уважаемые члены президиума Сейчас обращаюсь к вам Пришло время сформировать руководящие органы партии Выбрать выбранных должностных лиц Для этого я приглашаю Предоставляю слово Александру Михайловичу Бубакову С тем, чтобы он рассказал нам Какой будет система руководящих органов партии Уважаемые коллеги Система руководящих органов партии Включает в себя ряд должностных лиц Предлагаю утвердить их численность Первых заместителей и представителей партии Два человека Заместителей и представителей партии Два человека И членов центрального комитета В случае, если нет иных предложений Предлагаю проголосовать Кто за? Спасибо Против А сейчас за выдержавшись не спрашивают Единогласно Прошу утвердить данную численность И в редакционной комиссии И в счетной комиссии Предлагаю внести бюллетень Для тайного голосования Одну кандидатуру Председателя нашей партии Евгения Николаевича Прилепина То есть Захара Кто за? Спасибо Против Единогласно Захар, внеси пожалуйста Кандидатуру своих заместителей Каким образом? Надо Озвучить их Кто твои первые два зама? Кто твои замы? Так Предлагаю проголосование Две кандидатуры На должность первых заместителей Председателей партии То есть моих заместителей Партии за правду Александра Бабакова И Александра Казакова Кто за? Мы наше голосование Кто против? Никого не вижу Кто против? Единогласно Также прошу внести Бюллетень для тайного голосования На должность заместителей Председателя партии Кандидатуры Сергея Пускепариса И отсутствующего здесь Но известного Думаю большинству из нас Ахры Он же Абхаз Авитсба Командир Наш соратник Донецкий, Донбасский И всероссийский Итак Кто за Сергея и Ахру Прошу проголосовать Благодарю Кто против? Единогласно Передаю слово Александру Халчуку Поколу Друзья Прошу На основании Произведенного голосования Внести бюллетень Для тайного голосования Указанной кандидатуры А также Предлагаю внести Бюллетень для тайного голосования Кандидатуру На должность Ответственного секретаря ЦК Нашей партии Александра Николаевича Воробьева Если вы не возражаете Вставленное голосование Сразу это вопрос Кто за Спасибо Против Не вижу Единогласно Также прошу внести Бюллетень для тайного голосования Кандидатов Членов Центрального комитета Нашей партии Центральный комитет Согласно уставов Входят Четыре ЧК по должности Они уже озвучены Осталось Избирать еще четверых Они тоже есть В раздаточных материалах Поэтому я предлагаю Проголосовать Сначала Видимо за количество А потом и за Все фамилии Поэтому кто за Прошу голосовать Спасибо Против Нет Счетная комиссия Фиксирует Результаты Также прошу Решить Вопрос о численности Членов Центральной Ревизионной комиссии Предлагается Избрать их В составе Шести человек Кто за это Предложение Прошу проголосовать Спасибо Против Нет Предлагаю внести Бюллетень для тайного Голосования Шесть предложенных Организационного комитета Фамилии Они есть в раздаточных Материалах И поэтому Чтобы не засчитывать Фамилии Предлагаю проголосовать Списком Кто за Спасибо Против Нет Лишение принято Большое спасибо Большое спасибо Благодарю всех За слаженную работу Сейчас я хочу Пригласить на сцену Председателя Счетной комиссии Съезда Евгения Шиянова Для того Чтобы он нам Огласил процедуру Тайного голосования Евгений прошу вас Спасибо 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 Дорогие соратники Я рад вас приветствовать На нашем мероприятии Нам сейчас Предстоит Увлекательнейшее Действие Называется Процедура Тайного голосования Вы с ней все знакомы Тем более что Вчера мы ее обсуждали Значит На тех же столах Где проходила Регистрация Делегатов съезда Вам необходимо Получить Шесть бюллетеней Для тайного голосования Они все разного цвета По наименам Немного вопроса После того Как вы получаете Шесть бюллетеней Для тайного голосования У вас есть возможность Уединиться В кременке Для тайного голосования И изъявить свою волю Либо делать это открыто Либо в тайне Это ваше право Затем Бюллетени содержат Кандидатуры Которые только что Были включены Открытым голосованием Если вы согласны С кандидатурой Включенной Бюллетень Для тайного голосования Вы опускаете Бюллетень В неизменном виде Если же Вы не согласны С какой-то Из внесенных Кандидатур Ее нужно Аккуратно вычеркнуть Вычеркнутая Кандидатура Считается Боданным голосом Против Если кандидатура Не вычеркнута Голос считается За После этого Опускаем Бюллетени В бурну Они все будут Там же Вы не пропустите И Не забудьте Выпить кофе Через 30 минут Мы встречаемся В этом зале И продолжаем Абуд